Здравствуйте. Здравствуйте, в первую очередь, наши уважаемые, как я их назвал только что, пацаны, без обиди. Ну так, я мог бы вас назвать пацанами, вы бы обиделись, а они нет, потому что есть очень хорошие воспоминания жизненные о чём-то, о чём можно сегодня говорить только с трепетом. Здравствуйте. Я хочу, во-первых, сказать, что я рад вас видеть живыми и здоровыми, и всегда, к сожалению, констатирую, что проходит год, и обязательно кого-то из ваших рядов уже нету среди вас. Увы, такая суровая жизнь, никуда от этого не денемся. И сегодня мы дожили до того момента, когда на двух руках, наверное, хватит пальцев, чтобы сказать, что в таком красивом городе осталось так мало ветеранов. Поэтому, наверное, в городе делается, да не только в городе, в республике делается много возможно для того, чтобы каким-то образом, если не украсить, то хотя бы развеселить вашу старость, по возможности вспомнить прошлое. И буквально где-то неделю назад в Примарии мы собирали афганцев. Вот они сегодня в зале присутствуют, в главе с Жорой Гуцан. Я вам скажу, что есть вот такая пропорция. Это две категории людей, которые воевали в разные времена. Может быть, не вина ихняя, что они воевали на другой земле. И так же самое, наверное, и не ваша была вина. Но есть общее, что между вами и ими. Это то, что вы достойно вынесли эти суровые годы и, скажем так, с победой, и живо вернулись домой. Существуют хорошие старые и давние традиции, которые поддерживает наша школа, наша школа, лицея, музыкальная школа. Мы стараемся достучаться в каждую дверь к нашим ветеранам. Может, реже к другим, но стараемся это делать. Поэтому я искренне поздравляю вас и тех, которые помнят и хотя бы любым образом хотят создать вот этих красивых несколько минут, чтобы почтить вашу память, чтобы почтить тех, кого нету. Я хотел бы сказать, что в примарии было, есть и будет за хорошие правила уважать, ценить этих людей. Потому что у меня есть фотография, которая еще передана предыдущими примарями, где на фоне Дома культуры сфотографировано десятки ветеранов войны. На сегодняшний день, я говорю, к сожалению, у нас остается 11 человек. Один из них выехал на Украину, кажется, поменял место жительства. То есть вот таким количеством мы остались на сегодняшний день.